По горячим следам. Глава Бурятия Алексей Циденов пообщался с жителями республики в прямом эфире. Пользователи соцсетей поднимали вопросы о санкциях, спецоперации на Украине, росте цен и многом другом. Некоторые из них, воспользовавшись случаем, обратились к главе с просьбой о помощи. Не могу этот вопрос не задать. Владимир Шапеев пишет. Идет строительство жилого комплекса в поселке Зеленом. Зарплату не выдают с февраля месяца. Можете решить эту проблему? Взял работу. В сентябре прошлого года Улан-Удэстройзаказчик заключил контракт на строительство многоквартирного дома для переселения людей из ветхого аварийного жилья. Чтобы выяснить, почему рабочим несколько месяцев не выплачивали зарплату, мы обратились к подрядчику. Были сложности там у нас с проектом. Он очень сложный объект. И поэтому произошла вот такая задержка. Но сейчас мы полностью погасим задолженность перед всеми работниками, которая накопилась. А сроки есть? В период какого времени? До конца недели погасим. Следующий вопрос коснулся школы в Тарабагатайском районе. Точнее, места ее строительства. Ранее было определено место в ДНТ «Богульник». И под эту школу подготовили площадку и вырубили лес. Сейчас весной резко местонахождение изменилось совсем в другую сторону. Было выявлено большие перепады высот и очень холмистая местность, которая не позволяет на данную территорию посадить школу. Вот почему был рассмотрен вариант переноса этого участка на участок. Он немножечко, скажем так, находится на территории административного образования города Уланды. Также рядом со старым участком не было водопровода и дороги. Разве что всего одна эту она ведет к мусорному полигону. Теперь школа на 360 мест будет находиться на ровном участке, рядом с хорошей дорогой и ближе к границе с городом. Здесь появляется возможность подключить ее к системе теплоснабжения Улан-Удэ. Строительство начнется в этом году.